Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую в солнечном поселке Витязево, несмотря на все прогнозы, которые нам рисуют чуть ли не минусовые температуры. На календаре сегодня 15 июня 2023 год. Смотрите, почти 30 градусов, ребят. Это Витязево, улица мира, пересечения с улицы Лимана. И сегодня мы с вами посмотрим очень интересное место, которое называется Трапезунд. Есть домики, есть номера с бассейном, с банным комплексом, столовые, возможности там жарить шашлычок и все остальное. И это находится в Витязево, возле единственного парка, который у нас здесь существует. Есть детские тренажеры, очень много зелени, то есть красота невероятная. Ну, красивее Витязево, честно, нигде нет. При этом, слушайте, как поют птички, кукуют кукушки, и вас будут возить на море в район Тартуги, ребят. То есть там у них свой пляж, который Эргос называется. Но обо всем теперь давайте поподробнее начнем, как говорится, сначала. Это территория возле дома культуры поселка Витязево, с первой стороны парк. Это улица мира, здесь вот по прямой можно даже пешочком прогуляться до моря. Это улица Лимана, здесь имеется такой вот Black Sushi Food. Их территория выходит туда внутрь, вы посмотрите ее чуть позже, есть такая зона отдыха. Здесь огромнейшая парковка, слева-справа, все, она находится под видеонаблюдением. Это сама парковая зона, тут видите, еще деревья высажены, но там уже давно выросшая тренажерная зона. Это единственный тренажерный комплекс у нас в поселке Витязева. Тут рядышком находится пункт полиции, то есть можно прийти прогуляться по лесочку с детьми. Там дальше есть детский городок, ну в общем все очень классно, симпатично. Как вам? По улице мы со всем разобрались, я еще никогда настолько много про улицу не снимал. Территория вся огорожена и не проглядывается. Здравствуйте, меня зовут Лаура. Мы находимся на территории парка отеля Трапезунд. Я готова вам показать территорию. Когда зашел сюда, прям удивило размерами территории. Здесь есть такие елочки, уже очень высокие, много зелени еще высажено. То есть по всему периметру Туйки будет очень хороший, приятный воздух. С левой стороны, как только при входе, есть ногомоечка. Я, кстати, с моря приехал, ноги помыл, работает хороший напор, очень классно. Также с левой стороны есть такая зона отдыха с бассейном и лавочки. Везде можно посидеть, отдохнуть, пообщаться. Мы сначала пойдем к правой стороне, а потом уже покажем вам полностью все в комплексе по левой. Для тех, кто приезжает и хочет сам пожарить, либо как-то накрыть стол, посидеть там, пообщаться, то здесь есть вот такие беседочки комфортабельные, с кровлей, с освещениями, либо вот такие столики под зонтиком. Очень важным моментом является наличие собственного мангала и зоны приготовления пищи. Вы покупаете только свой уголь и розжиг, и то, что будете жарить, приходите, готовите. Даже казан, ребят, стоит в доступе. Если вы готовить не хотите, есть, работает бар, вот который я вам говорил, Black Sushi. Здесь по меню вам приготовят все, что вы хотите. Любые напитки, кофе, чай, цены можете оценить и написать, как вам, ребятки. Также работают, ребята, по меню пиццы, суши и разнообразные сеты наличия. Сам комплекс парк-отеля состоит из двух зданий. Одно основное, двухэтажное, в котором расположены комфортабельные номера для вашего размещения. И туда дальше есть такие эко-домики, в которых вы можете приезжать, отдыхать чисто своей семьей. Мы пришли на зону отдыха возле бассейна. Бассейн здесь подогреваемый, с детской зоны. Есть такая вот кобра, лежачки, также есть бунгало. Все, что я вам показываю, абсолютно все бесплатно для вас, кроме бани. Парабанька чуть попозже, сейчас мы сходим сначала, покажем вам детскую зону. Вассейн действительно большой, это большая редкость в нынешних гостевых домах, где это все так прижато, сжато, чтобы как можно больше койко-мест сделать. Здесь на территории простор, просто ты приходишь, смотришь, вообще вызывает восторг. Действительно, когда такие территории не застраиваются капитально, делается как можно больше свободного места для общего пользования. Тут детский комплекс находится, то есть несколько горок, покрытие прорезиненное, чтобы вашим детям было комфортно, как говорится, на лучших площадках нашей страны все реализовано. Есть батут, закрывающийся, вот такие вот домики. В общем, детям будет интересно, даже качели. На территории присутствуют зоны для курения. Рядом с бассейном для тех, кто проживает в отеле, есть возможность снять прокат бани. Помимо бани, можно арендовать также здесь чан с гидромассажем, которого могут наполнить там разнообразными фруктами. Посмотрите, как он выглядит. Чан мистерает в себя до 6 человек. И также сама баня. В бане можете разместиться до 8 человек. Посмотрите, какая красота, друзья. Дерево, аромат великолепный. То есть все нужные принадлежности. Наборы посуды, даже такой вот электрический не чайник, а самовар, холодильник. Полностью вся посуда, которая вам нужна даже для саджа, что ли, есть. Набор очень красиво смотрится. Мебель такая необычная. Я думаю, вас удивит. Ну, самое главное, сердце бани – это парилочка. Надо вам увидеть, ребята. Здесь есть вот такой вот тазик, тоже все под дерево сделано. Два экстрим-ветра. Душевая зона с тропическим душем. Ну, а также сама парилка. Я думаю, равнодушным никого не оставит. Все очень красиво. Интересно смотрится. То есть захотели, заказали. Попарились, посидели, погудели с друзьями. Также имеется свой санузел с раковиной. Сам чан вы можете как отдельно, так и в комплексе с баней арендовать. Баня, выполнена в таком вот старом стиле. Выглядит симпатично. Арендовать баню и чан вы можете от двух часов 6 тысяч рублей. Пока мы тут снимали баню, смотрите, детки набежали. Хотя многие сейчас на море. Детки находятся рядышком. Если вдруг вам не нравится старый стиль, есть и баня в стиле лофт. Просто показать вам, ребят, чтобы было интересно. Тут тоже зона отдыха перед баней. Есть чан с гидромассажем, которые могут для вас заполнить разнообразными наполнениями. Звоните, уточняйте. Информацию здесь по одной бане можно рассказывать до завтра. Что, как, что, почем, сколько стоит. То есть понравилось будете приезжать, все спросите. Посмотрите, да, как это красиво все выполнено. Стол, часы, то есть оно пересекается. Все в одном стиле дерево, кожа. То есть, ну, кому, как говорится, как нравится. И напишите обязательно в комментариях, какой вариант вам понравился больше. Холодильник, телевизор. То есть стандартное наполнение. Здесь все есть. Здесь стиль выдержан вообще полностью. От черной посуды до черных вилок, тарелок. Тоже имеется садж. Давайте посмотрим, как выглядит парилочка. Также два экстрим-ветра имеется. С левой стороны сама зона, такая более светлая. Ну, слушайте, ну, интересно, да? То есть сегодня в одну баню паришься, завтра в другую. Как будто в разных местах побывал. И здесь такой тропический дождь. Принадлежности для бани есть все полностью. Если венечки нужны вам или еще что-то, обращайтесь, вам все предоставят за отдельную плату. Ночью у бассейна работает подсветка. Очень красиво выглядит вся территория. Все места для общего пользования мы с вами посмотрели. У нас остается только пляж. И, кстати, на бассейне становится все больше. Они только просыпаются все к 11 часам. Вот это у нас отдых. И спрашивают, а у вас там море вообще еще есть? А зачем, когда у вас такой бассейн, такая территория, на которой можно отдыхать, получать максимум удовольствия? Сейчас мы с вами посмотрим домик под ключ, в который вы можете приехать на отдых и сейчас его снять на 6-терых человек. Домики выглядят вот так вот в комплексе. Возле каждого есть своя собственная терраса. И мы с вами посмотрим домик номер 7. Перед входом в домик есть стол со стульями. Как вы видите, все домики до этого заняты, ребят. Не то, что там просто нам лень показывать все. Просто единственный вариант оставили для меня. На входе есть место, где посушить ваши вещи. Раззубцу можете здесь. Здесь вся территория под видеонаблюдением находится. Это первая комната. Как видите, здесь все из дерева. Аромат стоит просто восхитительный, ребят. То есть дышается очень хорошо. Можно показать вам и наборы посуды, которые здесь присутствуют. Вот так вот выглядит вообще кухонная зона, место для хранения, куда положить ваши вещи. По доп. местам смотрите, здесь добавляется вот этот диванчик, раскладывается. И сюда можно поставить раскладушку. А вообще домик изначально идет на три полных места. Наполнение это капсульная кофемашина, чайник. Имеется своя стиральная машинка. Также наборы посуды можете увидеть. И металлическая, и стеклянная. Стаканы, бокалы. То есть все, что вам только, ребятки, может здесь понадобиться. Микроволновая печь также спрятана в шкафчик. И здесь мы видим вилки, ложки, здесь сковородка, терочки, досточки, кастрюльки. То есть все присутствует в полном объеме. Уже выглядит вот так. Плечики и также имеются тапочки. Прямо из зоны кухни спальной мы попадаем в отдельную спальню. И здесь у нас имеется три полноценных спальных места. Одно спальная кровать, двуспальная, прикроватные тумбочки. Такое очень интересное изголовье. Также есть небольшие этаж шерсть. Есть своя сплит-система в этой комнате, место для хранения. Такие вот тумбочки, пуфик, телевизор. Место для хранения наполнения. Здесь есть дополнительные простыни, утюг, сейф. Во второй зоне здесь наборы полотенцев, плечики и дополнительные подушки. Если вам чего-то не будет хватать, вы просите, и вам лаура все добавит. Посмотрим, как выглядит здесь свой собственный санузел. Имеется здесь место для хранения ваших каких-то вещей. Есть владельная доска. Также очень удивило наличие детского кресла на унитаз. Тазик есть. Мыльно-рыльные принадлежности. Вплоть до щеток входят в дом. Есть вот такие вот вафельные халаты. Очень хорошего качества. И фен, прищепки, полотенца дополнительные, унитаз, мусорка. И посмотрите на душевую зону. То есть стекло матовое. Туда заходите. Здесь прям очень много места, где помыться с тропическим душем. В данном доме могут разместиться до шести человек. Диван-кровать раскладывается. Также добавляется до места. Компания из шести человек спокойно может разместиться в доме. Стоимость шесть с половиной тысяч. Как выглядит размещение с домиками, мы с вами оценили. А теперь давайте сходим в главный корпус и посмотрим, как там выглядят номера. Здесь находится зона ресепшена, где вы можете комфортно провести время в ожидании оформления. А дети посмотрят телевизор. Рецепшен очень большой. И я хочу обратить ваше внимание на ширину коридоров, какие они огромные. Также имеется кулер и очень большущие лестницы, которые ведут наверх. На каждом этаже есть гладильная доска и утюг. Сейчас мы с вами смотрим трехместный номер. Открываются номера по карточкам. Заходим, вставляем карточку и у нас начинает все работать. То есть номер очень просторный. По наполнению двухспальная и односпальная кровать. Есть две прикроватные тумбочки, торшеры, своя сплит-система. Напротив телевизор, свой собственный холодильник в этом столе, чайная станция и прихожая, которая выглядит вот так вот. Наполнение прихожей – это простыни, имеются сейф и плечики. Номер имеет свой собственный санузел, который выглядит вот так. Вот здесь имеется зеркало, фен, тоже рыльно-мыльные принадлежности, унитаз и душевая зона. Тоже очень просторная, с тропическим душем. Все чистенькое, новенькое, смотрится очень красиво. Мы находимся в номере при открытом окне и никаких шумов с бассейна. В принципе, не слышно. Это, на самом деле, удивительно. Стены толстые и делают свою шумоизоляцию. Сейчас мы поднимаемся с вами на второй этаж. Обратите внимание, здесь как красиво. Лаура говорит, что ночью здесь очень-очень красиво, прям волшебно и сказочно. Лестница очень широкая, что большущая редкость в наше время. На втором этаже мы с вами смотрим номер с размещением двух человек. Также открывается все по карточкам. Вставляем, включается освещение и все приборы. Здесь нас встречает прихожая. Есть место, где повесить ваши вещи. Есть место для хранения с пододеяльниками и сейфом с плечиками. Тут стол. В столе имеется холодильник. Также есть чайная станция, телевизор, стол, который вы можете передвигать по номеру. Номер очень просторный. Двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Есть торшеры, своя сприт-система. Отсюда также мы можем наблюдать наш двор. Также в номере есть свой собственный санузел. Наполнение санузла. Это раковина, рыльно-мыльные принадлежности. Есть фен, унитаз. Вот такая душевая кабинка. Очень многие постоянно просят почему-то именно душевые зоны. С кабинками, тропический душ и место, где повесить полотенце. Двухместный номер по стоимости 2 800 рублей в сутки. Трехместный номер 3,5. И также имеются домики с четырехместным размещением. 5,5 тысяч в сутки. Все цены обозначены на данный момент. Сейчас мы с вами посмотрим еще общие помещения, которые можете пользоваться, отдыхая в этом двухэтажном доме. Вы берете свой гель и можете абсолютно бесплатно воспользоваться стиральной машинкой. Уже в доме на цокольном этаже есть своя столовая, в которой вы можете прийти и приготовить пищу. Сесть тут покушать, потому что нету в каждом номере этого. Ну, либо на заказ. Проблем с едой у нас никаких нет. Все наборы посуды и принадлежности здесь также есть, которые вы можете воспользоваться. Тут помимо кухни в цокольном этаже находится еще такой теннисный стол. То есть там тоже бесплатно пришли, проиграли. В нашем отеле действует трансфер на пляж. Несколько раз в день наш автобус вас отвозит и привозит на наш пляж. Также наши гости могут заказать комплексное питание. Еду вам готовят в кафе-встреча. Детская анимационная программа проходит три раза в неделю. Мы будем рады видеть вас в парк отеля Трапезонт. До встречи! Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте по номерам телефона, которые находятся под видео. В названии видео все напрямую. Вам Лаура на все ответит. А сейчас мы отправляемся на пляж. Мне больше всего нравится, что там людей все больше и больше до бассейна становится. Вообще кто-нибудь в таборе ходит, ребята, вас возят туда на автобусики. Мы с вами переносимся. Отдельно надо вам рассказать о том, что рядышком и красно-белое, и магниты, и разнообразные магазины, и рыночки, и свежее мясо. Ну все, что вам надо, находится в шаговой доступности. Буквально в радиусе одного квартала. С вами сейчас наблюдаем вариации того, что никто никого не пускает. Проезд запрещен. Или как там это выглядит. Сейчас возьмем интервью у тех людей, которые как бы нам его перекрыли, этот проезд. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Так. Расскажите, пожалуйста, почему проезд закрыли и что вообще произошло? Смотрите, охраняемые природные территории. Все только через администрацию города Канады. Все, по-другому не могу пускать. Понял. А через администрацию это какие-то службы или что? Что туда проезжает вообще? Что имеет право проехать? Администрация. Согласовываю. Потом нам приходят спец. Можно нельзя. Я смотрю, кадастровые карты. Тут небольшой всего лишь участок, территория. Это вопроса никогда. Понял. Все. Вы выполняете свою работу? А вообще вот люди, то есть не за деньги, не как вам проехать не могут? Вообще никак. Только по согласованию с администрацией. Все, понял. Вот смотрите, это государственная с казачьих общественных организаций стоит. Но вы стоите не как казачество. Ну, не в смысле как казачество. Именно просто как охрана этой территории поднимаете, опускаете швакбаум. То есть все. И финансирование от администрации также у вас. Наверное. Без понятия. Я понял. Все, хорошо. Спасибо большое за комментарий. Здесь на Токтугу уже не проехать, ребята. Стоит швакбаум и пускают только по согласованию с администрацией. Сейчас происходит это вот так. Кто на машинах, паркуется здесь и уже пешочком двигается на пляж. Двадцать третья маршрутка, кстати, теперь тоже ходит сюда, к этому пляжику. Это улица Славна называется, друзья. Сзади меня улица Скифская. То есть теперь здесь максимально много разнообразных машин припарковано для того, чтобы люди ходили на пляж. И пляж Венера становится одним из самых популярных витязево. Просто автоматически. А вас сюда привозят автобус. Вам не надо думать о парковке. Вышли и пошли на пляж. К самому морю здесь ведет такой вот великолепный настел, друзья мои. То есть какать по песочку вам не придется. Здесь все сделано для вашего удобства. Люди уже, правда, уходят с пляжа 12 часов. Но есть и те, кто только приезжает. Я бы советовал все это делать до 12. Потому что потом приходит очень сильный ультрафиолет, который лучше избегать у нас. Но так по факту места очень красивые. Справа наши дюны, слева наши дюны. Чем ближе к морю, тем больше здесь людей. Самое главное, чтобы море было чистое, друзья. Мы доходим вот для пляжа Кавенера. Можно пройти, в принципе, сквозь него. Вот здесь идет пенное шоу, на котором можете бесплатно особо, бесплатно абсолютно поучаствовать. Дети этим, собственно, и занимаются. И мы пойдем немножко правее на пляж Эргос. Можно пройти и здесь. Но я все-таки выбираю путешествие по берегу. Потому что здесь везде, видите, настилчики. Меньше придется гулять по песочкам. Пойдем посмотрим, как дети выступают. И посмотрите, какое здесь раздолье для детей происходит пляж Венеры. Уху! Ребята, вот развлекают, как могут деток, взрослых, все, кто входит. Самое главное, как говорится, это ваше настроение. Друзья, кстати, пройти можно вот здесь вот по дорожке. Сразу попасть на пляж Эргос. Заходите прямо, поворачиваете направо и прямо туда настила. Бары, рестораны, бунгалы. Здесь вот тоже. Но тут за деньги, а там для вас бесплатно. Ну и вот так вот выглядит зона отдыха. То есть вы видите, что уже большинство лежачков под сдачу есть. Они здесь, если не ошибаюсь, по 300 рублей. Бунгалы по 1000 были. Качельки бесплатно. Но самое главное, здесь бесплатная территория пляжа. Тоже вся чистенькая, убранная. И за это можно хвалить организаторов данного пляжа. Ну, а вас хвалить, что вы выбрали Витязево, Анапу. И можете наслаждаться теперь нашим чистейшим морем. Посмотрите, какое оно великолепное. Просто крутое. Как вам? Обстановочка. Ух ты! А в ту сторону вообще очень много людей. Температура воздуха по прогнозу должна была быть 24. Сейчас показывают 29. Как зовут? Екатерина Испенца, привет! От души. Хорошего отдыха. Видите, тут даже спасатели постоянно стоят возле берега. И взят, чтобы все у вас было прям очень хорошо. Пляжи Кергис, кстати, находятся рядышком. Буквально 20 шагов. Мы проходим в правую сторону. И начинается именно он. Вы видите, его вывеску говорит, что можно было пройти там по песочку. А можно прогуляться по пляжу. Ну, какое же море великолепное, друзья. Как говорится, мы скучали по нашему чистейшему морюшку. В общем, приезжайте, купайтесь, наслаждайтесь. И дай бог, чтобы у вас все было хорошо. От души вам. Всем этого желаю. Ну, это, собственно, пляж Кергис, на котором у вас будут включены лежаки. Есть бар. То есть, смотрите, здесь появятся зонтики. Есть свой бар на пляжике. Лежачки, которые вы можете абсолютно бесплатно воспользоваться. Также есть возможность воспользоваться и душем, и туалетом бесплатно. Вот такие вот красоты, друзья. Пишите обязательно, как вам. Переодевалочка тоже присутствует. Рядочком есть разнообразные прокаты. Чего вам надо и не надо. В общем, красота по полной программе. Клесочек чистый. Моречко чистое. Не хватает только вас. Наше солнышко, вы чисто. Ну, и чтобы я вам замерил температуру и озвучил ее уже по факту. Хотя море сегодня, ну, великолепное, друзья. По-трезону просто не сказать, сколько красивых у нас людей поприезжало. Фантастик. Просто смотришь, и душа радуется. От счастья за вас, за всех. За ваш отдых. Желаем, чтобы все было великолепно. За ручку с ребеночком. Класс. Друзья, я думаю, что вы сейчас будете в восторге от того, какая вообще температура воды. Я сам счастлив. Вот небольшой морской бриз. Главное, чтобы с севера все-таки не пришли сильные и не разогнали нас. Смотрите. 25. 15 июня 2023 год. В общем, всех вас жду. Включая вам море побольше. Бронируйте напрямую. Пишите ваши отзывы. Благодарю за отзывы за прошлую гостиницу. Все прям суперские. Это прекрасно. Крепко отнял, к сердцу прижал и поцеловал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.